Роберт МакКамон «Королева Бедлама» читает актер Станислав Федорчук. Часть первая. Масочник. Глава первая. Сказано, чем клясть темноту, лучше зажги свечу. Однако летом 1702 года в городе Нью-Йорке без проклятий не обходилось, ибо свечи были малы, а темнота велика. И пускай за порядком на улицах следили констебли и караульные, где-то между Дог-стрит и Бродвеем эти герои ночи нередко теряли присутствие духа в битве с Джоном ячменное зерно и прочими соблазнами, о коих нашептывал им столь бесстыдно летний бриз, несший хохот гуляк из портовых трактиров и упоительный аромат духов из розового дома Поли Блоссом. Иными словами, ночная жизнь в Нью-Йорке била ключом. И хотя еще до рассвета город просыпался под прилежный звон купеческого и фермерского труда, многие его жители предпочитали посвящать часы ночного отдыха, питью спиртного и азарту, а также прочим безобразием, каковые порой сопутствуют этим нерадивым братьям-близнецам. С восходом солнца бесспорно наступал новый день, однако ночь таила в себе немало искушений. Зачем же сему дерзкому и ретивому городу, некогда выхоленному голландцами, а ныне облюбованному англичанами, более дюжины трактиров, как не для веселых возлияний в доброй компании? Впрочем, молодой человек, сидевший в одиночестве за столиком в дальнем зале старого адмирала, компании не искал. Его не интересовало ни общество людей, ни общество дрожжей пивовара. И пусть пред ним стояла кружка крепкого темного эля, которой он по временам прикладывался, то был лишь реквизит, необходимый для создания правдивого образа. Если бы кто присмотрелся, как он пьет, то непременно заметил бы, что он при этом гремасничает и морщится. Староадмиральский горлодер мог спокойно глотать лишь человек с поистине железным желудком. Нет, юноша не был тут завсегдатаем, отнюдь. Куда чаще его видели в трактире Рейс де Галоп на Краун-стрит, а не здесь, в двух шагах от Большого Дока на Ист-Ривер, где стонали и перешептывались мачты кораблей, покачивающихся на ночных течениях, а в водоворотах полели отцветы факелов с рыбацких лодок. Здесь, в Старом Адмирале, в свете керосиновых ламп, вился голубой дымок из глиняных трубок, стены оглашали крики посетителей, требующих еще вина и эля, а по столам пистолетными выстрелами гремели игральные кости. Звук этот неизменно напоминал Мэтью Корбету о другом выстреле, что вышиб мозги, неважно кому, это произошло три года назад, незачем предаваться воспоминаниям о столь давних событиях. Ему было всего двадцать три, но выглядел он старше. Вероятно, лет ему добавляло суровое выражение лица, выправка или же уменье предсказывать непогоду поломоти в костях, подобно тому, как делают это беззубые старики, шамкающие над миской с пудингом, или, если точнее, поломоти в левом плече и ребрах под самым сердцем. Кости эти ему некогда пересчитал медведь по кличке Одноглаз. Тот же медведь наградил Мэтью шрамом в виде полумесяца, который начинался прямо над правой бровью и уходил под волосы. Однажды в Каролине ему сказали, что женщин впечатляют боевые шрамы. Вот только этот шрам служил женщинам скорее предостережением, мол, юноша вступил в опасную схватку со смертью, и та оставила печать могильного холода в его сердце. После встречи с медведем левая рука почти год не слушалась Мэтью, и он уже смирился с мыслью, что рабочим у него будет только правый борт. К счастью, в Нью-Йорке ему попался толковый врач, приверженец нетрадиционных методов лечения, подвергший его больную руку курсу ежедневных пыточных упражнений с использованием железного прута и подков. В результате онных занятий, всевозможных прогреваний и растяжек, случилось чудо. Одним прекрасным утром Мэтью сумел покрутить левой рукой, и после дальнейших процедур вернулись к ней в полной мере. Так канул в забвение один из последних подвигов одноглаза на грешной нашей земле. Медведя, ныне покойного, но, безусловно, незабытого. Взгляд холодных серых глаз с темно-синими крапинками, словно дым над костром в сумерке, то и дело сам собой притягивался к столику в противоположном конце зала. Мэтью старался, впрочем, не смотреть слишком пристально, а лишь поглядывал искоса и вновь утыкался в кружку с Элем, передергивал плечами и косился опять. Едва ли уловки эти имели смысл, только слепец и глупец не догадался бы о его присутствии, а назвать слепцом и глупцом оное воплощение истинного зла язык не поворачивался. Воплощение зла говорило, ухмылялось и прикладывалось выпеченными губами к грязному стакану с вином, пускало колечки дыма из черной глиняной трубки, потом вновь говорило, вновь ухмылялось, и все это время шла игра, и какие-то подозрительные личности с пистолетным треском бросали на стол игральные кости и вопили так, будто задумали застращать своими криками солнце и не дать ему утром взойти на небо. Однако Мэтью знал, нет, ни доброе расположение духа, ни спиртное и ни пылазарта в трактирах молодого города, стоящего грудью к морю и спиной к дремучим лесам, породили сие безудержное веселье. Причина — то, о чем не говорят. Несчастный случай, ужасное событие. Дело рук масочника. — Так осушайте свои кружки, да требуйте еще, — подумал Мэтью. — Посылайте дымные кольца хоть на луну, воите волками и скальтесь по разбойничьи, ибо всем нам сегодня еще возвращаться домой темными переулками. — А ведь любой из них может быть масочником, — рассуждал Мэтью. — Или убийца давно ушел во свояси и больше не вернется. Кто знает? Уж точно этого не знают болваны, называющие себя констеблями, которым городские власти поручили следить за порядком на улицах. Все они наверняка сидят теперь по кабакам, хотя на улице тепло, и половинчатая луна светит ярко. Болваны-то они болваны, да, но не дураки. Мэтью хлебнул еще Эля и вновь бросил взгляд на дальний столик. Табачный дым висел в воздухе голубой пеленой, которая слегка подергивалась от движений воздуха. За столиком сидело трое. Один пожилой, тучный, заплывший жиром, двое помоложе и с совершенно бандитскими рожами. Впрочем, здесь, в старом адмирале, одни бандиты и собирались. Так что удивляться было решительно нечему. Однако этих молодчиков он видел в обществе толстяка впервые. Одеты были по-деревенски. Оба в белых рубахах и изрядно потертых кожаных жилетах. У одного на прохудившихся коленях штанов кожаные заплаты. «Кто же вы такие?» — гадал Мэтью. И по какому делу явились к Эбону Осли? Изредка Мэтью ловил на себе мимолетный взгляд черных сверкающих глазок Осли. В ту же секунду толстяк в белом парике отворачивался и продолжал вести беседу с двумя молодчиками. Со стороны было не догадаться, что юный Корбет, с ликом тонким и бледным, словно озаренным пламенем свечи и копной непокорных черных волос, был в некотором роде крестоносец, чей поход мало-помалу, ночь за ночью превращался в болезненную одержимость. В коричневых башмаках, серых бриджах и простой белой сорочке с потрепанным воротником и манжетами, но тщательно выстиранной и накрахмаленной, он выглядел ровно так, как подобает простому секретарю мирового судьи. Судья Пауэрс, безусловно, не одобрил бы его еженощных вылазок. Однако Мэтью ничего иного не оставалось. Самым заветным и сокровенным его желанием было увидеть Эбона Осли на городской виселице. Вышеупомянутый Осли отложил трубку и пододвинул к себе лампу. Его собеседник слева, темноволосый, лет на девять-десять старше Мэтью, с глубоко запавшими глазами, говорил тихо и серьезно. Осли, толстомордый бора в пятидесяти с лишним лет, внимательно его слушал. Наконец он кивнул и полез в карман своего вычурного бордового сюртука. Сорочка натянулась на жирном брюхе, заколыхались кружевные оборки жабо, белый парик Осли украшали туго завитые напудренные букли. Быть может, в Лондоне это было модно, но здесь, в Нью-Йорке... Продолжение следует... Продолжение следует...